Дорога к школе Бетонное покрытие предусмотрели водоотведение. Безопасность – одно из главных правил, которым руководствуются специалисты, ремонтируя подобные участки в Самаре. Чтобы жизни школьников ничего не угрожало, на дороге по улице Красных Коммунаров в нескольких местах также установили искусственные неровности и необходимые дорожные знаки. Это вынудит водителей избавлять скорость при подъезде к пешеходным переходам. Когда я сюда пришел, я здесь пятый год работаю, дорога была разрушена. Движение здесь было, мягко скажем, хаотичное такое. Постоянно машины тормозили, останавливались, потом появилось ограждение, а потом дорожное полотно. Это, конечно, очень изменило вообще жизнь. Как хороший костюм обязывает человека вести себя нормально, так и дорога обязывает вести себя на дороге нормальный водитель. Сейчас все работы по улице Красных Коммунаров завершены. Покрытие дороги прошло кернение и дальнейшую лабораторную проверку. Продолжается процесс приемки объекта. В нем участвуют не только заказчик, специалисты профильных учреждений и подрядчики, но и представители общественности. В преддверии нового учебного года особое внимание приковано к дорогам, которые ведут к учреждениям образовательной сферы. Таких в перечне отремонтированных объектов около половины. Их важно не только обновить, но и обезопасить. В частности, устанавливают новые светофоры, наносят свежую разметку и устраивают искусственные неровности. Мы и на следующий год также планируем вести эту практику при ремонте дорог, ориентироваться на социально важные объекты, такие как школы, сады и поликлиники с больницами. Надеемся, что наши жители оценят нашу работу и увидят все плюсы этого ремонта. Как пояснил представитель профильного департамента, приемка дорог, обновленных в этом сезоне, будет завершена до 10 сентября. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова. Только в Самаре в этом году отремонтировали 42 участка проезжих частей. Помог в этом национальный проект «Безопасные качественные дороги». Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.